Знали ли вы, что один из самых страшных звуков в саунд-дизайне придумал композитор с классическим музыкальным образованием? Вот этот звук. И как вы догадались, это тизер нового фильма «Чужой Ромалус». И вы удивитесь, но этому звуку уже 45 лет. Этот звук из того самого первого трейлера к фильму 1979 года. Сегодня мы как раз-таки поговорим о техниках саунд-дизайна и сравним два трейлера, древний и современный, и поймем, какой пугает нас больше. А самое главное, мы поймем для себя, насколько действительно важен звук в подобном жанре. Забегая вперед, скажем очевидное. Атмосфера хорошая, хоррор. Фильм во многом держится, конечно же, на звуке. Звук населяет призраками замок с призраками. Добавляет, где надо, звона цепей, скрипа дверей, забывания ветра. Так и в вымышленном мире «Чужого», где действия происходят на других планетах и на космическом корабле, звук помогает создать мир полного ужаса. Тот самый космос, в котором никто не услышит твой крик. В этом мире на космическом корабле зудят лампы, смешно по старинке пикают клавиши и даже звенят цепи, как в том самом готическом замке. А еще в этом мире живет чудовище. Я думаю, вы запомнили ту самую сирену из нового трейлера. Этот звук не появляется нигде в фильмах, нигде в играх. Он пришел из первого трейлера к «Чужому», который не случайно можно найти в списках самых страшных трейлеров. И, пожалуй, можно назвать одним из самых креативных в киноиндустрии. Ну что же, герой нашего рассказа выходит из тени. Это Джонатан Элиас. Сейчас известный как кинокомпозитор и еще больше, как автор музыки и звуков, ко множеству трейлеров, среди которых такие культовые, как трейлер к фильму «Нечто» Джона Карпентера или «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта. Но в 1979 году Джонатан – молодой композитор с классическим музыкальным образованием, и трейлер к «Чужому» становится его самой первой работой в киноиндустрии. Джонатан, воспитанный на музыке Баха, Шуберта, Бетховена, выбирает, однако, не в пользу оркестра или фортепиано с органом, а в пользу саунд-дизайна. Вообще, композиторы, работающие с саунд-дизайном, это как раз те ребята, которые отчасти превзнесли многое в развитие саунд-дизайна и в креативность, в частности. Допустим, на примере меня я себя больше позиционирую как саунд-дизайнер, который имеет бэкграундное прошлое музыкальное, но никак не композиторское. И как раз-таки я, наоборот, больше скрещиваю именно саунд-дизайна, стараясь в композиторстве как-то реализовывать какие-то идеи. Ну и, в частности, конечно, происходит и в обратную сторону. Так вот, в середине 20 века, когда появлялись и обретали популярность технологии записи на пленку, некоторые композиторы в поисках новых средств выражения начали экспериментировать с немузыкальными звуками. Самый известный из них – это, пожалуй, француз Пьер Шофер. В 1948 году, когда саунд-дизайн еще не был таким модным, Шофер буквально изобрел сэмплинг. Записывал на пленку обрывки разговоров, шум поездов, другие фоули, шумы. Потом нарезал из этих записей интересные фрагменты, накладывал их слоями друг на друга и складывал в ритмические рисунки. Даже составлял из них какие-то музыкальные гармонии. Эта техника называется конкретной музыкой. То есть она составлена не из абстрактных звуков музыкальных нот, у которых нет конкретного звучания в этом мире, а из звуков конкретных предметов – спичечного коробка, посуды, поезда и т.д. Ну и развитие синтезаторов 60-70-х годов дали больше возможности продолжать экспериментировать с подобными сэмплами, шумами в своей музыке. И вот в 1979 году Джонатан Элиас использует как раз-таки вот эту конкретную музыку, ныне это мы называем саунд-дизайном, в создании того самого космического монстра. Как мы уже знаем, именно звук усиливает тот самый так называемый саспенс, который создает напряжение, эффект предчувствия, ожидания чего-то страшного. Звук как раз-таки в нас начинает поселяться, как тот самый страшный монстр, как враждебная сила, которая вот-вот прыгнет на тебя. В дизайне чудовища режиссер Ридли Скотт вдохновлялся жутким творчеством Ханса Гигера, привлек самого швейцарского художника к разработке своего монстра. Чудовищ Гигера отличает некий холод, потусторонняя жуть, биохимическая неестественность, будто они явились из какого-то страшного сна. И не случайно слоган фильма «В космосе никто не услышит твоего крика». Отсылка к враждебности человеку, самой бездны космоса. Чужой это как раз-таки воплощение этой бездны. Пустоты, холода и одиночество человека, которое отрастило зубы, шипастые экзоскелеты и стало охотиться на людей. А значит монстра нам нельзя показать при белом свете, сразу вот раскрыть, смотрите, вот такой вот он красивый. Надо именно напугать зрителя, пообещать ему встречу с этой космической бездной. И в то же время как раз-таки не проспойлерить того самого Чужого. Как с этим работают наши трейлеры? Заметьте, как быстро мы начинаем слышать первые звуки монстра. Сначала мокрое хитиновое шебуршание, затем и какие-то повизгивания. А дальше слышим вопли обреченных героев фильма. Кого-то уже разрывают на части. Ну и в конце, вот он самый монстр нам показан. Но достаточно недолгий саспенс, как вы заметили. И пожалуй единственный, по-настоящему тот самый оригинальный звук, это звук той самой сирены. Давайте теперь перенесемся в 45 лет назад и посмотрим первые истоки. Мы летим с огромной скоростью, мимо нас проносятся звезды, и Элис дает в звуковой дорожке низкочастотный рокот, как будто далекий удар грома. Добавляет к нему гул ветра, как будто бы мы в тоннеле метро. Вот мы слышим этот звук и сразу понимаем, что это такой какой-то фантастический космос. Рокот, дребезжание, таинственность, ветерочек. В общем, то, что нас погружает неизвестность, потому что в космосе же нет звука, и следовательно здесь есть какая-то такая магия звука. Такой космос похож на скандинавский ад Хель. Дальше словно в страшном сне мы движемся вдоль мертвой почвы, будто нас кто-то тащит по этой земле, и постоянно в наше поле внимание возвращается яйцо, словно мы загипнотизированы и не можем отлечься. Земля планеты серая, потрескавшаяся, как на планете без воздуха из кинза-дза. Кстати, недавно я купил себе книжку о записке звукорежиссера, Екатерина Попова-Эйванс как раз-таки работала с этим фильмом. И я думаю, будет интересно почитать и дать тоже потом рецензию. Стало быть, наше подсознание сразу говорит, что яйцо, которое что-то сейчас родит, связано со смертью, опустошением. Все эти смыслы сразу появляются, конечно, на подсознании, но тревога и вот этот холодок ужаса сразу же где-то у нас начинает работать, опять же, благодаря простому визуалу и звуку. И что же как раз-таки происходит в звуке? Появляется одновременно несколько ритмичных шумов. Один похож на тиканье, другой на ритмический металлический лязг. Третий будто бы ускорение сердцебиения. Это пульсирующий звук в районе 150 Гц. Серцебиение, на самом деле, это всегда пугающий звук. Я часто, кстати, применяю их в своей тоже работе. И даже вот сейчас, работая над краткометражным хоррор-фильмом про маньяка, часто прибегал к этому приему. И поэтому не случайно он будет еще использоваться в фильме, в сцене смерти Бретта, где мы услышим будто бы то ли его сердце, то ли сердце самого космического корабля Настрома. Все эти ритмические звуки нарочито шумовые, и в них нет никакого музыкального тона, из которого бы сложились консонансы. То есть приятное человеческому слуху созвучие. В начале аниме Акира тоже, кстати, звучат ритмы, но они музыкальные и благозвучные, и поэтому вызывают скорее медитативное состояние. В итоге вот этот пульс создает, конечно же, эффект ожидания, что вот-вот что-то произойдет. И по идее тут и происходит кульминация, трескается яйцо, и мы должны бы увидеть монстра. Но тизер оправдывает свое название и только дразнит нас, продолжая накручивать атмосферу. Вместо монстра мы видим какой-то жуткий потусторонний свет. И как раз-таки тут появляется тот самый звук сирены. Это напоминает нам вой, звук плача, визга какого-то. В общем, все знаки опасности. Я думаю, что это у нас в крови, когда мы действительно слышим подобные звуки, у нас сразу возникает эффект тревоги. Как и в жизни, в темноте, в ночи хищники нас предупреждают своим воем или ревом о том, что они вышли на охоту. Ну и плач наших далеких предков сообщил, что где-то рядом случилось несчастье. Такие звуки не случайно используются в сигналах массового оповещения, так как они вызывают интуитивную тревогу. Сирены искажены, смещаются по высоте, наложены друг на друга и в какой-то момент уже перестаешь понимать, это сигнал опасности на космическом корабле или это вой того самого ужасного инопланетного чудовища. Обратите внимание, как при всей хаотичности образов трейлера и визуала, и у звука есть очень ясная форма. От тихого вступления к ритмическому нарастанию вплоть до страшной какофонии звуков и образов. Вот люди, бегающие по коридорам корабля, выглядят все отчаяннее, появляются какие-то страшные кадры и, наконец, вот эти последние 20 секунд напряжение максимально нарастает и буквально взрывается. Мы видим калейдоскоп страшных и быстро меняющихся сцен, бьющихся в конвульсиях люди, что-то инопланетное пульсирует, трясущиеся корабли, даже кошка визжит, негодуя. В какофоне этих криков в оплее добавляется какой-то приближающий рокот, будто бы дробь малого барабана с огромным хвостом ревера. И зритель остается наедине с долгим отзывом, который лишь подчеркивает внезапную мертвую тишину, на фоне которой появляется слоган фильма «В космосе никто не слышит твоего крика». В этой как раз-таки последней сцене используется прием перекомпрессии или можно назвать дисторшн эффект. Это один из самых тоже распространенных приемов, когда накидываем вот этой грязи, которая создает еще больше вот этого искажения и усиления восприятия. И часто мы, саунд-дизайнеры, применяем этот эффект на криках различных монстров, какого-то героя, который начинает кричать, визжать, и чтобы добиться вот этого усиления эффекта от крика, эмоционального состояния. В последнем фильме, полнометражном, тоже есть этот прием, я его использовал, но на самом деле он получился естественным образом, когда перегружен был микрофон из-за сложной сцены с криком главного героя. В процессе уже монтажа звукового я понял, что вот этот эффект очень круто ложится, и не нужно ничего убирать, не нужно искать дубли. Вот такие вот приемы, простые, но очень действенные. А в целом, я думаю, вы много раз слышали, послушайте любой рык монстра из любого фильма Годзиллы и так далее. Кстати, еще много перегруза используется для образа технической катастрофы в саунд-дизайне сериала «Чернобыль». Такой эффект вынуждает нас болезненно морщиться, как будто наши собственные барабанные перепонки не выдерживают под натиском звука и начинают с искажением передавать вот этот звук. Или будто наша психика начинает ползти и отказывается адекватно воспринимать страшные звуки. Ну что же, старый ролик, как ни странно, производит большее впечатление, чем новый. С одной стороны, возможности саунд-дизайна в 1979 году были ограничены. Трейлер был сделан до появления Dolby Surround звука, до эпохи цифровой обработки. Без них современный популярный реализм или гиперреализм звуки невозможен. Что оставалось саунд-дизайну? Поэзия. Нет, стихов никто не читает на фоне. Просто, как в поэзии, каждое слово наполнено большим и более глубоким смыслом, чем в обычной речи. Так и здесь каждый звук несет не столько свое прямое значение, сколько метафорическое, поэтическое и мифологическое. Вот как работает звук. По сути своей, с одной стороны, гудок паровоза нам напоминает о поезде. Выстрел с ружья об огнестрельном оружии. Звон бокалов о посуде. Но с другой стороны, гудок паровоза может нам напомнить о путешествии. Звон посуды — это встреча друзей. Ностальгия и светлая грусть при расставании. А выстрел с оружия — о хрупкости нашего бренного существования. Обратите внимание, насколько безобиднее по сравнению с сиренами старого трейлер выглядят уже привычные нам визги, писки и другие закадровые монстрячные звуки. И даже крики, плач, несчастных жертв из нового трейлера тоже привычны уже нам по сотням трейлеров и не сильно, я думаю, пугающие нас. А вот звук сирен, пульсирующие шумы и сердцебияния — это нечто неочевидное, как неуловимое очертание чудовища в темноте коридора Нострома. Что это? Вопль шужова, крик сирены или, может быть, звук корабля? Невидение и неизвестность пугают нас намного больше, чем понятные нам образы. И поэтому с уверенностью могу сказать, что как раз-таки звук помогает нашей фантазии разыгрываться больше и строить какие-то образы самостоятельно. В этом трейлере, в отличие от нового, у каждого звука появляются более глубокие и сложные смыслы. Ветер вначале нам напоминает о холоде и одиночестве. Сирена дает чувство безнадежности, тоски и страха. А всякие ритмические клики, шорохи, биения сердца передают ужасное предчувствие и требуют бежать, что есть силы спасаться. Таким образом, весь этот набор хаотичных звуков становится своего рода метафорой самого чужого. Но возвращаясь к началу ролика, в сравнении, давайте все-таки ответим на вопрос, что пугает нас больше и какой из фильмов будоражит наше воображение больше. Сейчас возможности гиперреализма постепенно подходят к своему пределу. Вот уже звук достиг максимальной сочности, чистоты и стал совсем как в жизни. Вдруг оказывается, что такой звук может быть нам пресноват, и нам хочется чего-то более острого, терпкого, необычного. Некоторые новые фильмы, такие как «Дюна», уже начинают аккуратный возврат к более поэтическим техникам саунд-дизайна и использованию музыки в фильме. Вердикт по фильму в любом случае за вами. Смотрите, слушайте и напишите обязательно в комментариях, какой фильм вам понравился больше. Но главное не забывайте, что зачастую именно звук, саунд-дизайн и музыкальное оформление делают большее погружение, чем визуальное восприятие от любого, наверное, даже контента, не только в кинематографе. Да и в целом, даже физиологически, нужно вспомнить, что мы сначала воспринимаем звук, ушами мы слышим, а потом уже начинаем анализировать визуально, да, то, что подвергает нас опасности, или то, что мы анализируем в конкретной сцене фильма. С вами был я, Антоха Бустер, я надеюсь, этот разбор был полезным, интересным. Дальше мы будем разбирать фильм «Дюна». Еще в следующих выпусках я обязательно буду показывать свои проекты, которые я делал в последние годы, и подробно рассказывать о своих техниках и приемах в работе со звуковым дизайном. Все, ставьте лайки, пишите комментарии. До скорых встреч, пока-пока.